В эфире новости дня в студии Наталья Мороз. Здравствуйте! Я и мои коллеги готовы рассказать о событиях города и области. Спонсор выпуска – клиника «Варикоза.нет». Осложнение варикозной болезни – тромбоз. Профессиональные флебологи клиники «Варикоза.нет» проведут полную диагностику с УЗИ вен обеих ног, поставят диагноз и назначат индивидуальную программу лечения. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов. Ну а сейчас к новостям дня. И вот некоторые темы выпуска. Поводок в Оренбургской области. Начало плаводия в регионе. С боевыми задачами справились. Бойцы Росгвардии вернулись домой из зоны СВО. Помощь делам. Оренбургцы отправляют гуманитарный груз для военнослужащих. Бензин дешевеет. Сколько сейчас стоит топливо? Данные от Росстата. Спасает уже 27 лет. Оренбургскому онкологу присвоено почетное звание заслуженный врач России. Сбор уникального пуха начался. В Оренбурге приступили к ческе коз. В Оренбурге уже который день держится аномально высокой для марта температура. В областном гидромедцентре прогнозируют. Поводок в этом году может быть непредсказуем. Большая вода уже пришла в регион. МЧС сообщает о критических последствиях половодия. Половодие ворвалось незваным гостем в дом базулучанина, который проживает по улице Липовской у элеватора. Хозяин в болотных сапогах осматривает свои владения. Тала вода по колено затопила все жилище. Подобная картина в домах еще четырех базулучан с улиц Малыгина и Липовской. Жители потопленных домовладений эвакуировали в пункты временного размещения, которых в Бузулуке-2. Большая вода добралась и до жителей Первомайского района. Там эвакуировано 10 жителей поселка Шапошниково. Река с подходящим названием Талка вышла с берегов и угрожает селянам. В Оренбурге жители пристанционного поселка остались без общественного транспорта. Причина – залитые дороги. Водители автобусов 62 маршрута отказались проезжать на территорию частного сектора. Людям приходится идти пешком по грязи до остановки на улице Авиационная. Плаводие вредит и автомобилистам. По данным соответствующих служб, оттоплено 8 низководных мостов. На пяти участках Талавода разлилась по проезжей части. Из-за подъема уровня воды в реках невозможно проехать по мостам через реку Бузулук в Карманаевском районе, реку Чуган в трех местах в Первомайском районе, через реку Балабанка в том же Первомайском районе. Демонтирован понтонный мост через реку Элег в Солилецком городском округе. Затоплен мост через реку Белую в Акбулакском районе. Невозможно проехать через реку Талавка в Первомайском районе. Талаводы затопили дорогу Талавой-Курлин Первомайского района и при долине Герасимовка Ташлинского района. Невозможно подъехать к селу Медведка Тотского района. Ситуация с весенним паводком в регионе стала главной на заседании правительства области Прошло которое во вторник в Доме советов Денис Паслер заслушал доклад первого вице-губернатора по обстановке с территорий Ситуация на местах меняется буквально каждый час Режим повышенной готовности на полдень вторника введен в трех муниципалитетах В Первомайском и Ташлинском районах, а также в Бузулуке В некоторых населенных пунктах вода уже зашла в дома, эвакуирует людей В основном местные жители размещаются у своих родственников Первый вице-губернатор Сергей Балыкин докладывает В этом году отмечается промерзание почвы Что в свою очередь может осложнить прохождение паводка в Оренбуржье Промерзание сильное и на востоке области большое промерзание от 80 Вот в озерном 110 идет, в энергетике 131, в Кувадык уже меньше там 70 В целом если брать промерзание почвы по прошлому году В среднем по области это было 44 сантиметра на эту дату Сегодня промерзание почвы 102 Сложная ситуация на сегодня в селе Шапошниково в Первомайском районе Там подтоплено 5 домов По видеосвязи губернатор просит главу района доложить оперативную обстановку Русло Чигана наполнилось сейчас Ситуация самая сложная это село Шапошниково Вчера была подтоплена одна улица Вот там 9 квартир, 5 домов Сейчас под угрозой подтопления еще 3 улицы в селе Шапошниково находятся Как Сергей Ильич сказал уже, что мы вчера людей отсилили по родственникам Одна семья расположена в пункте временного размещения, который находится в сельском совете Губернатор просит глав не расслабляться Круглосуточно мониторить ситуацию на месте Уровень воды в реках меняется ежечасно Обращаюсь, конечно, ко всем главам, где у нас будет такая ситуация Будем надеяться, что будет меньше таких случаев Что вы сами территории, которые будут отрезаться И где будут подтапливаться Вы, пожалуйста, и посещайте людей Чтобы вы сами могли убедиться, что они где-то размещены Если отрезана территория, то в магазинах все есть, в аптеках все есть Там, где дома освобождаются, люди уходят к родственникам Или в ПВР, чтобы, конечно, полиция работала Также глава региона призывает профильное министерство Оперативно следить за паводковой ситуацией на дорогах И вовремя перекрывать движение на особо опасных участках Весеннее половодье только набирает обороты По прогнозу синоптиков, к выходным в Оренбурге Воздух может прогреться до плюс 10 градусов Оперативная информация о затапливаемых мостах и участках региональных автодорог А также возможных путях объездах Представлены на интерактивной карте Главного управления дорожного хозяйства Оренбургской области Но мы переходим к другим темам Бойцы спецназа Оренбургской Росгвардии Вернулись домой из зоны СВО Военных встретили в торжественной обстановке аплодисментами Встреча прошла на базе ОМОН Управления Росгвардии по региону Участников спецоперации встречают официальные лица, руководство, личный состав И, конечно, родные и близкие, друзья и ветераны службы Росгвардейцам вручают медали за заслуги перед Отечеством Медали Суворова и за отличия в охране общественного порядка Начальник управления Росгвардии по Оренбургской области Олег Пугаев Отмечает, военные успешно выполнили все поставленные задачи Сейчас бойцы будут отдыхать со своими семьями А через время снова отправятся на фронт Неравнодушные оренбуржцы продолжают помогать бойцам, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции На передовую отправляют гуманитарный груз Это медикаменты, теплые вещи, провизию, многое другое Оренбуржцы объединяются, чтобы поддержать бойцов на передовой Помогают, чем могут Пенсионер из Гая передал российским солдатам несколько десятков банок тушенки А дети готовят письма и рисунки для каждой посылки Оренбурженка Вера Москаленко в составе гуманитарной колонны отправляется на Донбасс не впервые Попутно она делится своими впечатлениями от поездки и кадрами разрушенных районов Рассказывает о жизни бойцов на передовой Сейчас Вера в пути домой Позади уже 5000 километров дорог 15 марта колонна планирует прибыть в Оренбург Будем ждать их возвращения Онколог из Оренбурга, указан президента Отмечен на всероссийском уровне За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу Александру Шапочнику присвоено почетное звание Заслуженный врач Российской Федерации Наш корреспондент Фиолетта Широкова встретилась с детским онкологом И узнала, с чего начался его путь в профессию И как избежать эмоционального выгорания Сначала я хотел отомстить тому доктору, который удалил мне миндалин Потому что было больно И я ему пообещал, что я вырасту, стану врачом и тоже удалю тебе миндалин Вот и как-то эта мечта, она не отомстить доктору, а стать врачом Она меня не покидала Вот так вот я оказался в Оренбургском мединституте Так начался путь Александра Шапочника в медицину В юности мечтал стать хирургом Но жизнь распорядилась иначе Будучи студентом, подрабатывал медбратом И увидел детей больных раком Это изменило его планы на будущее В 1994 году на базе областной детской клинической больницы Открылось онкогематологическое отделение Где Шапочник начал свою работу В 2007-м открылся детский онкологический центр Куда он и перешел на работу вместе со своими коллегами Позже центр стал отделением областного онкодиспансера Которое врач возглавляет по сей день Своего первого выздоровевшего юного онкопациента Врач помнит до сих пор Этот ребенок выздоровел На сегодняшний момент ему больше 30 лет У него есть своя семья, свои дети То есть там все у него замечательно И мы этому очень рады Рабочий день Шапочника начинается в 7.30 утра Сначала планерка Дежурные докладывают о состоянии пациентов Борьба за жизнь ведется здесь 24 часа в сутки Дети с онкозаболеваниями вынуждены проводить в больнице недели, а то и месяцы Каждого юного пациента Александр знает по имени И к каждому старается найти подход Наблюдая за подростком, ты понимаешь Как и с кем нужно разговаривать С кем-то нужно помягче С кем-то наоборот нужно пожестче С кем-то можно пошутить Кто-то там не любит, когда с ним шутят То есть такой прям серьезный взрослый человек Однозначно Поэтому да, здесь приходится быть психологом Куда деваться-то Онколог признается Главное в этой профессии всегда говорить правду И детям, и их родителям Как бы тяжело это ни было Однако доктор подчеркивает Один в поле не воин И то его почетное звание Это заслуга в том числе и всего коллектива Вообще детская онкология Это та специальность, где нет случайных людей Это не персональный вид спорта Это командная игра единомышленников Людей, которые понимают, что они делают Дома к плотному рабочему графику Александра относится с пониманием Жена тоже врач И сын сейчас студент медицинского университета С момента, когда Александр начинал работать здесь Здесь многое изменилось Сейчас появилось много новых способов лечения И процент выздоровления онкопациентов Значительно вырос Но все равно есть тяжелые случаи И важно уметь переключать эмоции В свободное время доктор ходит в спортзал И занимается рыбалкой Отдохнув, вновь возвращается к сложной, но любимой работе Виолетта Широкова, Семен Воробьев, Новости дня Сейчас ненадолго прервемся И вот о чем расскажем далее в программе Оставайтесь с нами Бензин дешевеет Сколько сейчас стоит топливо? Данные от Росстата Спасает уже 27 лет Оренбургскому онкологу присвоено почетное звание Заслуженный врач России Сбор уникального пуха начался В Оренбурге приступили к Човский коз Это новости дня, мы продолжаем Бензин подешевел в ряде регионов России Включая Оренбургскую область Данные по ценам на топливо приводит Росстат С 28 февраля по 6 марта Бензин подорожал в 13 субъектах А подешевел в 8 регионах В том числе и в Оренбурге В целом по стране стоимость бензина На сегодня остается в среднем на уровне 50 рублей 86 копеек за литр Стоимость АИ-92 47 рублей 14 копеек АИ-95 51 рубль 38 копейки 98-й бензин за 61 рубль 59 копеек Дизельное топливо 58 рублей 40 копеек за литр Что касается Оренбургской области Здесь цены на топливо пусть и выборочно, но снижены Цена упала на АИ-92 Сейчас он 46 рублей 55 копеек за литр Подешевел и АИ-95 до 49 рублей 77 копеек за литр Дизельное топливо также опустилось в цене 57 рублей 41 копейка По сообщениям некоторых федеральных СМИ Снижение цен на топливо может быть связано С уходом с рынка крупных игроков А также снижением биржевых цен На ферме слышен тлач-коз А все потому, что идет чоз В регионе проходит ежегодная весенняя процедура для животных Зимой козы отращивают теплый подшерсток Именно его сейчас и нужно убрать Говорят специалисты в этом деле О всех тонкостях процесса Наша съемочная группа из Беляевского района Алена Круглова и Андрей Быватов Более двух тысяч коз И порядка двух с половиной килограммов пуха в сутки В колхозе Донской Беляевского района Козоводство занимает ведущую роль Здесь обитают годовалые животные И особи двух и пяти лет В начале весны чоз-процедура традиционная Козочки и козлята немного напоминают котов Которые также не любят поддаваться чесалкам И всячески стараются этого избежать А звук при чесе напоминает плач Для того, чтобы вычесть козу Нужны сильные, но нежные руки Потому что животные любят ласку Нам повезло, что девочка попалась очень спокойная Не плачет и не брыкается Вообще с одной такой особи получается За раз вычетит порядка 100 граммов шерсти На предприятии трудятся 10 чисолей Сейчас в колхозе проходит уже второй этап ежегодной чески В руки работников попадает молодняк, козы и козлы Возраст которых один год За первый период собирали порядка 4,5 килограммов пуха В среднем за сутки Между первой и второй проходят обычно две недели Первая ческа началась 18-го Закончилась где-то к первому марта А вторая ческа началась 9-го марта И вот сейчас уже к концу Беляевский пух расходится не только за пределы области Но и в другие страны Через Киргизию продукция поступает в Китай Всего на территории нашего региона козоводством занимаются 124 сельхозпредприятия В Министерстве сельского хозяйства рассказывают С каждым годом фермеры проявляют все больше интереса к этой отрасли А все потому, что есть стимул Козподдержка в 2023 году у нас будет составлять На поддержку овцеводства и козоводства Где-то примерно 37 миллионов рублей На прирост одной козоматки мы выплачиваем 2500 рублей С каждым годом поголовье коз в Оренбуржье увеличивается В период с 2022 по 2023 год на 1700 особей стало больше А в связи с этим и растет количество получаемой продукции Алена Круглова, Андрей Булатов, Новости дня Уже в ближайшие выходные 18 марта на стадионе «Газовик» Состоятся встречи между командами «Оренбург» и «Спартак» У вас есть шанс попасть на игру бесплатно Получив два билета в подарок от телеканала ОРТ и футбольного клуба Розыгрыш проходит на нашей официальной страничке ВКонтакте Подробности об условиях акции вы найдете в публикации Которая закреплена в нашем сообществе Добавим в наличие карты болельщика обязательно Оформить ее можно на сайте госуслуги И во временном центре оформления карты болельщика Он откроется 17 марта рядом со стадионом «Газовик» Итоги розыгрыша подведем в канун игры Всем удачи! Современные банковские технологии стали ближе В густонаселенном микрорайоне областного центра На улице Салмышской 43-5 начал работу новый офис банка «Оренбург» Подробности смотрите далее Просторный и комфортный офис по лучшим банковским стандартам Разнообразные банковские продукты и грамотные специалисты В новом офисе Банка «Оренбург», как и в других отделениях Качество обслуживания клиентов на высоте Ориентируясь на потребности жителей, банк работает над развитием региональной сети Для Банка «Оренбург» огромный шаг по модернизации всей нашей сети Мы планируем, что изменения затронут в той или иной степени Каждый из наших 26 офисов, как в городе Оренбург, так и по области Но я хочу сказать, что мы не просто меняем дислокацию офиса, делаем ремонт Мы вообще меняем формат взаимодействия с нашими клиентами Сотрудники Банка «Оренбург» уже готовы встретить вас и рассказать о продуктах и услугах Привлекательные кредитные программы, в том числе программы с государственной поддержкой Интересные предложения по вкладам и выгодные курсы по валютным операциям Также клиенты смогут получить у нас универсальную карту Оренбуржца Наше основное преимущество – это низкие процентные ставки по кредитованию В том числе и по ипотечным программам А также полное отсутствие страховок при потребительском кредитовании Кроме этого, в новом офисе Банка «Оренбург» предусмотрена зона 24 Где на современных устройствах самообслуживание можно оплатить коммунальные и другие услуги Также в банке развиты дистанционные сервисы Через мобильное приложение или на официальном сайте Можно подать заявку на кредит, открыть счет или вклад онлайн И выбрать офис для обслуживания Новое отделение расположено в Оренбурге по улице Солмышской, 43-5 Банк «Оренбург» доверяй своим Диана Кузембаева, Георгий Бурлуцкий, Новости дня На этом все Еще больше новостей на нашем сайте А также присоединяйтесь к официальным группам телеканалов в социальных сетях Смотрите и читайте нас в телеграм-канале На этом я с вами прощаюсь Всего вам самого доброго И до встречи в эфире Клиника «Варикоза.нет» поздравляет с праздником весны Весь март прием флеболога Сузи Вен обеих ног Всего 990 рублей Записывайтесь 486-487 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр!